Скажи Миши сладких снов. Праздник под таким названием прошел в заповеднике Ненецкий. Теперь гостям запрещается посещать бурого медведя. Пока Косолапый готовил постель, многочисленные гости, малышня и взрослые, проходили экологические испытания, играли и занимались творчеством. Пожелать Мишке сладких снов отправилась и наша съемочная группа. Мишка готовит себе теплую постель. Скоро у Косолапого начнется зимняя спячка. Пожелать Михаилу Потапычу сладких снов в этот день пришли более сотни жителей. Гостей встречали горячим чаем. Последний день Миши. Спать ложится он у нас уже. Поэтому решили позвать людей, чтобы вместе с нами это событие отметили. Горячим чаем. Василий Иванович, а Мишка уже стал вот вам как член семьи? Семьи? Ну да, ну вообще вашей как бы такой рабочей. Да вот как родной у нас. Приходишь в первую очередь и идешь к нему. Миша, выходи, здороваешься с ним. Как член нашей команды, да. Своему главному члену команды сотрудники заповедника Ненецкий устроили большой праздник. С играми, подарками и многочисленными площадками. На одной из них побывал Артем Леонов. Я успел поучаствовать вон там вот, где канат. Ну, кто сильнее? Ага, и кто был сильнее? Ты выиграл? Ну, один-один. В команде белых, в команде бурых. Один-один, ничья. Кроме перетягивания каната, особой популярностью пользовалась станция «Уложи с подруга». Там малышня и взрослые бились на подушках. Любителям творчества на праздники тоже скучать не пришлось. Десятки ребятишек на свежем воздухе рисовали следы, собирали пазлы и делали мешутку из бумаги. А особо любознательные смогли совершить путешествие по экологической тропе. И вообще все здорово. Экскурсия, вот эта экологическая тропа очень понравилась. Для детей, я думаю, что это было очень познавательно. И для взрослых тоже. Еще нам очень понравилась организация чая. И вообще мероприятие, конечно, я думаю, что подарило людям много хороших положительных впечатлений. Мы очень обрадовались, что вышел медведь все-таки. Это действительно подарок для нас, да, Вадик? Для маленьких ребят посмотреть на настоящего живого медведя – большое событие. По словам замдиректора заповедника Ненецки Юлии Богомоловой, ежегодно всеобщего любимца посещает более 800 человек. Каждый день приходит как минимум от 5 до 10 человек. И за весь сезон посещения больше тысячи человек приходят посетить. Как чувствует себя Мишка? Замечательно, я бы сказала. Вот ему сейчас привезли сено, лапник. Он обустраивает свою берлогу, чтобы пережить, проспать в ней всю зиму. Напомню, сейчас Косолапому 24 года. И это весьма солидный возраст. За свою жизнь лесному жителю пришлось многое пережить. Его еще маленьким медвежонком поселили у себя сотрудники одной из фирм города. Потом Мишка оказался на городской свалке, где прожил почти 5 лет. Два года назад судьба хозяина Тундры круто изменилась. После переезда в заповедник Ненецкий он получил новую жизнь. Скоро Мишка заснет, а проснется только весной. Для того, чтобы сон был спокойный и крепкий, у Косолапого сегодня есть все условия. Мягкая постель, хороший вес, спокойная обстановка и добрые пожелания. Что Мишутке пожелаешь? Приятных снов. Спокойной ночи. Пусть спокойно спит и отдыхает. Я пожелаю ему, чтобы он жил. Жил да был. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».